Приветствую вас, мои дорогие зрители! На связи Яна Федорова. Итак, для этого тортика мне понадобятся пряники. У меня вот называются сахарные пряники. Две пачки по полкилограмма. На самом деле, две пачки много, уйдет примерно полторы. Четыре банана и две банки сметаны по 200 грамм 30% жирности. Бананы я порезала кружочками, а пряники просто пополам разрезала. Они у меня плоские и получилось по две пластинки из каждого пряничка. На дно формы начинаю выкладывать пряники. Вот так я выложила. Кое-где получаются такие пустоты. Туда кусочки пряников раскрошишь и добавишь, чтобы было более-менее плотненько. Смазываю этот слой сметаной. Теперь выкладываю слой бананов. Очень вкусно у меня получалось, когда я добавляла еще пластики киви. Такая кислинка придавалась. Тоже очень интересный вкус. Но так как этот торт из трех ингредиентов, поэтому просто пряники и сметана, и банан. Вот так выложила. Теперь снова слой пряников. Этот слой тоже хорошенько промазываем сметанкой. Сметану можно брать и 20% жирности, если хотите, чтобы поскорее пропитался тортик. Ну, я для ребенка делаю повкуснее, пожирнее. Пусть он подольше постоит на пару часов. Но зато получится вкуснее. И снова слой бананов. И так все слои, пока не закончатся продукты. Самый последний верхний слой я тоже обмазала сметаной. А оставшиеся пряники нужно раскрошить на мелкую крошку. Они пойдут на украшение. Вот такая крошка у меня получилась. И сейчас я ей сверху буду посыпать тортик. И получится такое аппетитное украшение. Все, готово. Теперь тортик нужно поставить на 6-8 часов в холодильник. Вот такой получился тортик. Очень нежный, очень вкусный, очень простой. Всего лишь из трех ингредиентов и не так уж дорогих. Хотя в сметану я и не добавляла сахара, но пряники и так сами по себе очень сладкие. Так что этой сладости вполне хватает. Тортик получается достаточно сладким. Сейчас я разрежу. Сын меня уже замучил. Ну, когда уже будет готов? Давай скорее отрезай мне кусочек. Поэтому я на этот раз продержала его всего 4 часа. Вот такая нежность получается. Ну, даже за это время он уже успел прилично пропитаться. И можно уже его пробовать. Очень мягонький такой, нежный и вкусный. Так что лучше его оставлять в холодильнике на ночь, чтобы дети не мучили. Давай скорее отрезай мне кусочек. Ну, все, дорогие мои зрители, желаю вам хорошо провести праздники и отлично отдохнуть. Продолжение следует...